Полгода без горячей воды. Жители дома на улице Циолковского 5 в Самаре уже привыкли греть воду в тазиках и ведрах и только для самых насущных потребностей. Своё положение они расценивают как чрезвычайную ситуацию. Все жильцы – исправные плательщики за коммунальные услуги, однако, когда они смогут в полной мере воспользоваться удобствами, не знает никто. Олег Сакадин показывает, что осталось от некогда работавшей газовой колонки. Закрытый отрезок газовой трубы и нагревательный прибор теперь просто в качестве украшения интерьера. Вскрыли подолок, смотрели, проверяли дымоходы и, в общем-то, всё так и осталось. Ни воды горячей, ни, в общем, никакой деятельности. Либо живём в другом месте, либо у нас всё-таки нам разрешили пользоваться газовой плитой. То есть нам сказали, на плите можно нагреть воду и потом в чапачке, в общем-то, пользоваться. Детей маленьких нет у меня, поэтому в этом плане мне проще. Вот у кого маленькие дети, я им не завидую. Проблема этого дома вскрылась после того, как стали поступать жалобы от жильцов на удушливый запах в квартирах. В ходе проведённого обследования выяснилось, что каналы дымохода и вентиляции совмещены в нескольких квартирах. То есть пользоваться газовой колонкой в этом доме небезопасно. Этого никто не оспаривает, но едва ли не каждый день. В доме собираются жильцы, чтобы решать, что делать дальше. То, что отрезали газовики, понятно, угроза жизни, они говорят всем жителям, кто живёт в этом доме, и в соседних подъездах, и в наших. Наверное, они правы. У них есть такое положение. В России много людей гибнут взрывы, задыхаются семьями и так далее. Наверное, они правы где-то, но дальше надо нам помочь. Это не наша вина, не мы строили этот дом, не путали дымоходы. Дальше нам нужен какой-то выход искать, чтобы люди сидели с горячей водой. Дети сидели 7 месяцев с ледяной водой, впереди зима, и вообще не дело. Чтобы вернуть положенное удобство, жители не раз обращались в различные инстанции. Папка бумаг с ответами растёт с каждым днём. Управляющие компании ЖКС знают о ситуации. Варианты решения проблемы прорабатываются, но пока в конторе только разводят руками. Председательная организация наша провела дополнительный обследование ветоканалов, в ходе которого было установлено, что в данных квартирах при постройке дома количество каналов недостаточно для нормальной эксплуатации газовой системы. То есть недостаточно дымоходов на 8 квартир. Для того, чтобы это всё восстановить, существует несколько вариантов, один из которых – постройка дополнительных дымоходов. Данный вопрос совместно с администрацией района, совместно с департаментом мы привлекли подрядную организацию, проектировочную, ВИМПЛ. Данная организация сделала предложение о разведении дымоходов и вентоканалов в рамках существующей схемы. Вместе с жильцами дома мы были на приёме у главного инженера СВГК, однако СВГК нам категорически отказала в данной схеме, поскольку, по их мнению, данная схема невозможна с учредителем в данном доме, она небезопасна. Есть ещё одно предложение от подрядной организации ВИМПЛ, но это предложение будет достаточно дорогим, то есть стоимость этого предложения будет ориентировочно 4,5-5 миллионов рублей. 4,5 миллиона рублей для жителей – неприподъёмная сумма. В доме живёт много пенсионеров, но и работающие жильцы тоже далеко не миллионеры. И хотя здание находится в престижном месте, в Октябрьском районе Самары жить без горячей воды оказалось совсем некомфортно. Многие жильцы ходят мыться к знакомым и родственникам. Но как быть, если идти некуда? Пытались обратиться в фонд капитального ремонта, но там ответили, что подобные работы не входят в перечень программы. Дом эксплуатируется с 1958 года. Проектной документации, понятное дело, не сохранилось, а потому, чтобы привести систему в порядок, надо начинать всё сначала. Проблема началась с планового ремонта, с плановой проверки, которая периодически проводится. Вот в рамках этой плановой проверки обнаружилось вот это несоответствие. Следом и развернулись все вот эти события, когда появился акт о этом отклонении, появилось письмо управляющей компании в Самарагаз, появилось решение Самарагаз о том, что нужно отключить. Может быть, это было и правильно, может быть. Да я не специалист и не могу там спорить, говорить, как нужно было поступить верно, да? Но следом должны следовать какие-то действия. Спасибо за то, что, так сказать, это обнаружили. Спасибо за то, что позаботились. Но то, что полгода больше никто не делает, это ни в какие ворота не лезет. В школе дом был построен 60 лет назад. 60 лет он стоял, так сказать, и все было, так сказать, в порядке, не было никаких проблем. Ну, верните то, что было, и на этом проблему можно будет считать закрытым. Впрочем, по мнению экспертов, вернуть то, что было, не самый лучший вариант. Важно, чтобы о проблеме было заявлено громко, авторитетно, на высшем уровне власти. Для этого в микрорайонах сформированы общественные советы, назначенные управляющими микрорайонами, избраны депутаты районных советов. Большинство вопросов они могут решать своими силами на местах, но есть ситуации, когда требуется вышестоящий уровень власти. Это более реальный способ, да. Почему? Потому что если есть в районе теплосети, есть эти сети, которые проходят мимо дома, то, в принципе, завести горячую воду в дом особых трудностей, я думаю, не будет. И это город должен, потому что функция муниципалитета это обеспечить жителей холодной, горячей водой, водоотведением, электроэнергией, газом. То есть это функция и обязанность муниципалитета. Это муниципалитет может выполнить. Дальше уже собственники могут собрать деньги, спроектировать. Опять же, это нужен проект, это не просто так делается. И спроектировать, и после этого можно заводить эту горячую воду в свои квартиры. Обратиться как? Ну, обратиться к губернатору, понятно. Обратиться к главе города, понятно. Написать письменное заявление и отправить его. Все, больше ничего не надо. Другое дело, что вы там напишете, это раз. И второе, если вы к этому письму приложите, допустим, ходатайство общественного совета, депутатского корпуса, да. Обратиться в общественный совет и к районным депутатам этого жители дома по улице Циолковского 5 пока не сделали. Но по рекомендации специалиста намерены привлечь к решению проблемы общественность в ближайшее время. Пока еще самарцы не привыкли вот так всем миром решать сложные проблемы. Хотя во всем мире подобные практики уже существуют. Тогда есть все шансы, что вопрос будет решен. И жителям дома не придется зимовать без горячей воды. Вопросы благоустройства, которые волновали людей годами, получили решение, когда за дело взялись представители общественного совета микрорайона. Вместе с управляющим, который активно включился в работу, неравнодушные соседи многого добились. Неподалеку, в заброшенном недострое, еще недавно была грандиозная свалка. После того, как к делу подключилась общественность, территорию освободили от многолетних залежей. Вопрос был поставлен жильцами. Здесь организовали мусорку. Просто было завалено где-то на метр мусором полностью. Сюда приехала бригада рабочих, и они в течение трех дней, по-моему, убрали все, отсюда вывезли. О том, что забор во дворе находится в аварийном состоянии, жители дома говорили давно. И вот теперь две секции аварийного сооружения демонтированы. Улица Товарная 5. Сейчас на месте идет ликвидация мусорных завалов, которые обнаружились после сноса. Это падающие две секции вот этого забора, который нужно было демонтировать, его в кратчайшие сроки демонтировали, убрали. Сейчас, вы видите, идет уборка территории, которая находится за этим забором. В подрядной организации было спилено несколько деревьев аварийных на углу дома Товарной 5. Санитарное содержание территории, озеленение, освещение, ремонт жилых зданий, дорог – все это жители микрорайона номер 6 теперь держат под контролем. Им не безразлична судьба своего двора и всего города, а значит, реформа местного самоуправления приносит результаты. В этом году для наиболее эффективного взаимодействия с жителями создана специальная должность, управляющая микрорайоном. Его номер телефона есть у всех общественников и активистов. То, что во дворе на Карла Маркса спиливают аварийные ветки – только первый шаг. Здесь необходимо привести в порядок газоны, тротуары, детскую площадку. Важно, чтобы жители, общественники и районные власти работали вместе. Именно в этом взаимодействии будет наибольший положительный эффект, когда мы будем работать именно с активными жителями. А жители у нас, я скажу, неплохие. Жители у нас активные. Жители хотят работать над тем, чтобы их придомовые территории, их какие-то детские площадки действительно были комфортны для проживания. Во всех дворах – это основное – дороги. Благоустройство мы потихонечку делаем, устанавливаем архитектурные формы, детские площадки, но на дороге нужны основные деньги. Поэтому мы в ближайшее время как раз и будем их делать. Застрим на это внимание. Одна за другой опасные ветки падают на землю. Да и тополиный пух людям докучать больше не будет. Деревья, угрожающие здоровью прохожих, приводят в порядок по обращениям жителей двора на проспекте Карла Маркса. Быстро вызвать бригаду, чтобы спилить нависающие над тротуарами ветки, помог общественный совет микрорайона. Это хорошее решение, чтобы появились такие советы. Потому что они именно представители, именно жильцов представители простых людей, а тем более у нас больше пенсионеров здесь. Чтобы привлечь в район средства, существует множество региональных и федеральных программ. Одна из них – комфортная городская среда. Жители двора на Карла Маркса намерены подать заявку на участие в ней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова